Портал 2 Анонсирована она, конечно, была уже давно, но никто не знал точной даты выхода, однако на Nintendo Direct нам сообщили о том, что вот Портал и Портал 2 сегодня будут доступны на Nintendo Switch и давайте мы с вами сегодня посмотрим на эту игру и узнаем, хороший ли порт вышел, стоит ли в него играть, поэтому присаживайтесь поудобнее, вы на канале в красном, я Андрей, погнали! Портал 2 Зельда Марио Карт, который также можно приобрести и активировать в eShop'е, всем советую, ибо там и затариваю, ссылка на магазин в описании. Итак, с чего же я хочу начать свое повествование про Портал и Портал 2? Ну, как многие наверняка знают, это очень и очень старые игры, вышедшие еще в бородатых годах и весьма и весьма нашумевшие, потому что они прежде всего вроде как имеют отношение к Half-Life, третью часть, которую мы тоже очень ждем. Но, во-вторых, все-таки это замечательная, интересная и в свое время очень даже прорывная головоломка. Если кто не знает, кратенько опишу, что вообще там происходит. Мы играем за главную героиню по имени Чел, да, именно так ее зовут. У нас есть портальная пушка, которая открывает два портала, собственно, синий и оранжевый, и через синий можно пройти в оранжевый и наоборот. И на этом будут строиться все головоломки, которые доступны в игре. Плюсом ко всему, во второй части пошли дальше, у нас добавили даже гель, на котором можно прыгать, ускоряться и все остальное. Но мы этого сейчас касаться не будем. Сюжет крутится вокруг, опять же-таки, тех головоломок, наша героиня пытается выйти из лаборатории, в которой ее, видимо, насильно поместили. Ну, а дальше, если вам интересно, вы можете узнать, приобретя игру. Если не интересно, то в интернете огромное количество и обзоров, и разборов сюжета, и всего остального по порту. Но мы с вами пройдемся именно по порту для Nintendo Switch. Итак, что я хочу прежде всего сказать. Во-первых, первая и вторая часть обе работают, внимание, в 60 кадров, что меня очень сильно удивило. Так плюсом ко всему, графика в игре не мыльная, как наверняка многие ожидали. Честно говоря, я не думал, что все будет настолько хорошо. Конечно, игры очень старые, там, по сути, и нечего особо замыливать. Но, тем не менее, многие наверняка привыкли к тому, что порты для Nintendo Switch выходят, ну, такие себе порой. Но здесь все по красоте. Что касается управления, ну, управление здесь, на самом деле, изначально не очень удобное. Плюс ко всему, я заметил, что оно почему-то первой и во второй части немножко отличается. Ну, да ладно. Его, главное, можно настроить под себя. За это огромнейшее спасибо. Все суперски. Единственное, что я хочу сказать, мне не понравилось играть в портативном режиме, то бишь на стиках, на джуйконах. Когда я проходил для записи геймплея игру на геймпаде, то там все было замечательно. Конечно, эта игра больше заточена под клава-мышь. Но все-таки я скажу, что на геймпаде, отдельно, например, на Pro Controller, будет гораздо удобнее играть, чем на джуйконах. Это стоит иметь в виду, держать в голове. Но все равно в портативе Portal у нас есть, это круто. Причем не один, а сразу обе части. Также Valve нас совсем не разочаровала, потому что русский язык, русская озвучка, все это присутствует. Кому надо, пожалуйста, играем именно с ней. Хотя в первой части Глада созвучили, ну, так себе, как многие знают. И тем не менее, от этого игра хуже не становится. Все предельно понятно и интересно слушать. Ну и так, небольшой вброс. Изначально, как, наверное, знаете, версии были немножко переделаны под свитч, потому что все-таки и меню главное, и интерфейс слегка, но отличается от ПК-версии. И вот, кстати, во второй части на свитче он выглядит поприятнее. Но мы все-таки с вами пришли играть в игру, а не рассматривать иконки в главном меню. И вот что еще касается управления, так это чувствительность, которая на стиках. Я вот говорил, что удобнее играть на геймпаде, во второй части так вообще она чуть-чуть побыстрее. Но опять же, все это, к огромному счастью, в настройках можно поправить, если вам это необходимо. Ну и возвращаясь к производительности, хочется сказать, что, возможно, многие помнят, какое начало эпическое было во второй части, где все разваливалось, физика так и играла. Но здесь стоит отметить, что на свитче я просадок не заметил. То есть буквально все сыпется, физика вовсю работает, свитчу хоть бы хны, просадок нет, все стабильные 60 кадров. Ну, это, по крайней мере, на глаз, конечно, возможно, там было и 55. Но у меня нет специального оборудования для замеров, да и опять же таки, кому это надо. Главное, чтобы нашим глазам было приятно. И когда я сказал про 60 кадров, я говорил не только про док-режим, а и про прототив, что немаловажно. Ну и, конечно, хочется отметить, что в Portal я заметил достижение, это вообще клево. Если вам вдруг хочется выбить своеобразную платину в этой игре, то, пожалуйста, на свитче теперь это можно сделать, правда, в рамках одной игры. Но, конечно, мы слишком захвалили Portal и Portal 2, и поэтому давайте немножко их поругаем. Все-таки, несмотря на то, что порт вышел хороший, в нем есть и минусы. Один из таких минусов это загрузки. Они недолгие, они достаточно быстрые, в принципе, точно такие же, как были на ПК-версии, но они раздражают. Вот честно, ты вроде бы прошел комнату, прошел две комнаты, загрузка. Прошел еще комнату, загрузка. И она, ну, правда, раздражает. Я понимаю, что это движок Source, что там, скорее всего, другого ничего и не придумать. И, тем не менее, это есть, держите в голове, но сразу скажу, что загрузки быстрые, все с этим нормально. Конечно же, никуда не делись сохранения в любой момент, все как в ПК-версии, так что это неудивительно. Но, что порадовало, это наличие дополнений, то есть все дополнения, которые выходили для игр, они присутствуют. Также, помимо этого, присутствует онлайн и локальный кооператив. За это огромное спасибо. И еще огромное спасибо за цену, потому что Valve не стали заламывать. Поставили примерно плюс-минус 700 рублей за Portal и Portal 2 одновременно. И это очень хорошо. Также, вроде как, нам обещают физические издания, я насчет этого точно не уверен, но хотят выпустить. Поэтому, кто хочет картридж, можете подождать. Кто не хочет, кто хочет прямо сейчас поиграть. Очень-очень советую, потому что вышло замечательно. Тем более, если вы любитель вообще подобных игр, любитель поломать голову, вспомнить забытую классику, а может быть даже и не забытую. Так что, очень советую. Скажу так, я на самом деле ожидал от этого порта, наверное, что-то более плохое, чем вышло на самом деле. И когда я получил конечный продукт, я больше обрадовался. Потому что я, ну, ни в какую не ожидал 60 кадров, даже несмотря на то, что игры очень старые. И, скорее всего, запустить их в 60 кадров не составило труда. Но многие разработчики не очень любят тратить свое время на оптимизацию. И порой выпускают достаточно сырые продукты, либо вообще не особо запариваются. Здесь же все сделано максимально грамотно, качественно. Графика крайне приятная. То есть, нет каких-то там лесенок, нет мыла, как я уже ранее говорил. Опять же таки, стабильные и производительные игры. Даже несмотря на то, что в некоторых моментах бывают прям загруженные сцены. И если вы думаете, прям вот думаете, стоит ли, то, конечно, скорее всего, стоит. Потому что цена все-таки совсем небольшая. Да, eShop сейчас закрыт. Пока что приобрести игру нельзя официально. Но это можно сделать, как я уже говорил, через магазин Limited Run Games. Через карты оплаты. Все это можно у Олега заказать по ссылочке в описании. Он мой друг, так что все проверено. Всем советую. А на этом, в общем-то, друзья, все. Большое спасибо всем за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok